Вот мы сейчас смотрели на то, как меня бьют ногами по голове, но, как я понимаю, это был не единственный раз, когда кого-то били ногами по голове. У Гафи что-то, конечно, все грустновато. Он вот еще и выкупил, взял варага на эту игру. У него что-то как-то совсем маловато черков. И, честно говоря, по всем ощущениям для Гафи это тоскливенький матч. У Флами такая хорошая, приятная команда. Да, это вышка, если кто не знает. Минус лоса. Ну, оркам сейчас дороги любые минусы. Вот. Но я увидел счет, я не буду его спойлерить. Бесстрашный реролл. Ну, у Гафи была серия матчей, где его немножко били ногами. Но, в любом случае, говорю, этот матч выглядит грустно. То есть, как бы, Нургли явно качественнее. В смысле, чувствительно качественнее. У них просто намного больше силы. А, понимаете, орки ненавидят играть матчи, когда они слабее. Потому что, как бы, сила это единственная... Сила и броня это два актива орков, за счет которых они выигрывают матчи. Здесь пока нету ни одного актива, в общем-то говоря. Потому что армор против... Ну, вообще, конечно, нагловато немножко сыграно. Но вышки редко-то бывают в лучшей форме, мягко скажем. Вышка это про то, что тебя постоянно кочевряжут кулаками в лицо, а... Я, правда, не очень понял, зачем было ГФИ. Потому что Агила лежит дырявая. Да там и аура, если что. Козлы жесткие. То есть, козел-выбиватор отличный. Козел-убиватор будущий отличный уже. Что-то, по ощущению, ГФИ как будто на поле меньше. Хотя он и сделал минус. Опа. Вот это типичный ГФИ. Только меч не прикрыт. Да, ребят, представьте, настолько отчаянные времена. Настолько отчаянные времена. Сыграла пятка на колокол, что нельзя ПОшить. Вот так вот, ребят. Посмотрите, ГФИ не ПОшит. Настолько все плохо. Кому расскажешь, не поверят, конечно. Отвратительный мерзкий вид. Фейл варага. И что-то как-то позиция, которая и без того пованивала, как нурлицкая команда, теперь прям источает особенное позиционное зловоние. Позиционное зловоние. Надо запатендовать это. Здесь прямо полное позиционное зловоние. Вот так вот. Ну и опять же, вот как я люблю в своей команде козла-выбиватора, так вот и у Фламми. Конечно, не настолько крутой выбиватор, но достаточный выбиватор для того, чтобы мяч было очень тяжело прятать. Вот вчера единственный мув, который мне понравился от спа-майбота за весь матч, когда он на пофиг пошел и... Как это называется-то? БТ-шнул выбил мне как раз выбиватора, который делает разницу. Это был хороший ход, хотя и рисковый. А здесь просто, если этого убиватора не сломать, то из-за качества команды ты позицию просто будешь по КД проигрывать. Нашлись дайсы. Будет ПО, очевидно. Как бы от ПО могла защитить только травма, прости господи. Это еще хорошо, клавса пока не заработала прям так, как надо. В этом плане пятка пока поэффективнее. Хотя, заметьте, все равно плюс два орки, и все настолько грустно. Грязная игра сыграла на пробой брони, но не хватило на травму, не хватило кубов. У меня в этом сезоне тоже Агильный один раз очень сильно удивил. У меня же еще и Дырявый, Семиарморный. И была игра против Банни, по-моему... Ой, не Банни, вру. Против Антонавта. Где Агильного били-били, душили-душили. А тот только удовольствие получал, как Дэвид Карадайн. Царство ему небесное. А, кстати, тут еще к разговорам о сборной Англии. После того, как бы, моментика с пеналями, тут, значит, вспомнили те пенальти 96-го года. И там, знаете, подходят вот всякие, типа, маститые игроки, а-ля Тедди Шерингем, потом этот, там, Аллен Шюрер. Ну, всякие великие игроки. И все бьют в девятке. Бьют мощно, без шансов. И оппоненты англичан бьют так же. Все удары суперуверенные. И, реально, единственный, кто пробил, как лох, это Саутгейт. Который просто ковырнул мячик по земле, еле-еле, там, почти во вратаря. В этом плане он, конечно, прям, не знаю. Карма у него такая, видимо. До пеналли нельзя было доводить. Молодец, козел. Он лежа пока отыгрывает, как надо. Вот это опасно. Вот это полная жопа, ребят. И, из-за опасно ситуация плавно переместилась в полную жопу. Как бы, знаете, с одной стороны, можно сказать, что Гафи играет жадно, ему надо было играть аккуратнее. С другой стороны, совершенно железно вам говорю, если Гафи не будет выбивать козлов, он проиграет. То есть, да, Дабла, конечно, ставит его в одну неприятную позицию. Да, все плохо. Но, в целом, этот мув был довольно обоснован. То есть, как бы, я бы не ругал Гафи за то, что он рискует, потому что без грамотного менеджмента рисков в этой игре, в общем... Ой-ой-ой. И заметьте, что после всех ударов с клавсой, с МБ, первая смерть залетает игроком, у которого еще нет ровным счетом ничего. Здравствуй, Финдергост. Я люблю, этот человек, кстати, довольно частый паттерн. О, все. Все, ребята, открылся портал в пробой. В страну пробойную. Лимонию. Жалко. И пошел еще фолл ворага, которого не отлечишь. Ладно, вораг жив. Клавса переоценена. Ну, Клавса как раз-таки не переоценена. Но конкретно в этом матче все тоскливое. Странно, что не влево. Ну, это из-за этого. Не знаю, мне казалось, что все-таки надо было влево давать. Ну, ладно. Надо фалить агильного козла, иначе он забьет на следующий ход. То есть, там легко освобождается с блоком силовой козел. Он дает ассист. Агила облицует. Ну, да, попытка подбора. Ох, сколько шестерок. И фолл. Это абсолютно крутой ход Гафи. То есть, он его разыграл максимально грамотно для того, чтобы не пропустить гол в этот момент. Но, знаете, как говорится, что такое не везет, и как с этим бороться. Я видел гусь, очень жду вашего матча. Я уверен, что это будет интересно. Как бы, два чемпиона встретились в сале. И еще и на таких довольно нетипичных командах. Если кто не знает, гусь играет на Ограх, а Брайт играет на не менее специфичной команде аристократов. Вот так вот. Ну, вообще в этом сезоне, конечно, врать не буду. У Брайта действительно очень хорошие кубы. Ну, гусь, потому что там же блоками все это делается. То есть, наверняка никогда ничего не скажешь. У меня были случаи, когда мне в сале давали там... С первого моего места давали там ребят с двенадцатого. Да, очень не повезло, конечно, Гафи тут... Он очень круто отыграл, и единичка все сгубила. Обидно прям. Ну, опять же, надо понимать, что... Ну, из ультра-минусового положения играет по дефолту Гафи. Да вообще не факт. Проблема в том, что из-за бладжа и рычки аристократы в какой-то степени действительно такая... Ну, не то чтобы контракт Ограм, но это просто некомфортный матчап. Не забываем еще и о фалах. То есть, из всех универсальных команд... Из всех универсальных команд... Буквально стоит сказать, что, наверное... Это чуть ли не самая прямая контра. А вот этот рерол, конечно, уже выглядит совсем грустно. Что-то... Что-то Гафи как-то, по-моему, немножко... Не алло. Ну, ладно. Да, рычащие бладжеры... И пятки. То есть, я не знаю, ребят. На мой взгляд, ничто не говорит о том... Вот это полная задница. Ничто не говорит о том, что... Гусю будет легко. Ну, и опять же, надо понимать, что... Вот, слушай, с дедами... Вот... Мне тоже всегда казалось, что бидонцы прям суперпростой матчап для дедов. Но у меня в последние разы все время с бидонцами происходила какая-то дичь. И я так условно не то, что поменял мнение, но у меня немножко изменилось ощущение силы этого матчапа. Он плюсовый для дедов? Или ты про Огры это? Деды, кстати, не любят играть с Ограми. Очень неприятно. Вообще, как ни странно, деды не любители играть с фан-командами. Это странно звучит, но мне кажется, главная проблема дедов в играх с фан-командами, это то, что деды вот именно с фан-командами внезапно хрупкие. То есть, именно в таких играх проявляется хрупкость дедов больше, чем в какой-либо еще. Ну, скажем так, как и в игре с Заврами... Так, аптека. А, у Гафи было пару аптек. Ну, спасли, спасли. Нет, некрам вообще неприятнее. У некров, ну, зависит от ТВ, но типа Огры силовым образом могут съесть. Известный же момент, что... Попытка вытолкнуть, кстати, красивая. Известный же момент, что очень не любят играть такие матчапы некоры. Любой силовой матчап некоры не любят. 2-2? Нет, вытолкнули. Хорошее выталкивание, хотя и рисковое в плане сразу потери обратно. Но, по-моему, здесь бага и он отрегенил. Да, я... Понятно. Да, у дедов есть мумии. Они позволяют как-то держаться. Ну и опять же... У дедов раньше появляется блодж. Спасибо, аллигаторы, я старался. Я... я... я понимаю, что... Догадываюсь, что если я сейчас предложу свои 2 477 рублей, то это будет, наверное, одна из топ-стабок на СК2ТВ. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе... Очень жадно играет. Очень жадно. Но хочется. РР. Ну, это... Правильно жадный мув. Это правильно жадный мув. Надо бы отойти от подскоффа. Да. Гули берут обе команды, но проблема в том, что у некров одна гуля и один волк на старте почти всегда. И вопрос в том, что когда они доводят гулю и волка и покупают второго волка, это не быстрый процесс. Один-двы сразу выкупают гулей, гули полисосят весь опыт, связанный с игрой в мяч, и три блоджерных гули появляются очень рано. То есть количество качественного блоджа у дедов просто намного быстрее. Это довольно известный момент. Ничего нового. Привет, Ника. А ты видела цену, которую Руслан загнул на портал? Слышала, нет? Гафи пытается любым образом дать второй ассист. Да. Только он дал по итогу проталкивание. Не факт, что оно получится, но дал. То есть Агила должна вот отсюда блицануть и протолкнуть. Ну, я просто не знаю, Ника, кто в 2021 году даст от 8 до 12 миллионов за портал, на котором на эту новость отреагировала человек 15. В смысле, мне казалось, что очень многое в портале связано даже не с его функционалом. Он относительно неплохой у СК-2 чая. Но и с количеством и качеством аудитории. А мне что-то кажется, что и количество и качество аудитории нынешнего пикача не на 8 лямов. Ну да, спиритолог. Нет, на самом деле, я думаю, что учитывая ностальгию, можно было там, знаешь, где-нибудь дотянуть и до ляма, к примеру. Ну, а просто 8 миллионов это какая-то оценка очень оторванная от реальности. 500 тысяч лям, условный лям, я могу понять. Да, чатик СК-2 ТВ это, по сути, единственный и самый крутой актив сайта на данный момент. Шикарный лосс, все залетает. Ну, а просто, еще и цена мгновенного выкупа, это там 4 сколько-то там битка, то есть 12 лямов. И, ну, это звучит смешно просто. Ну, смотри, спиритолог, 500 за функционал сайта и аудиторию, и 500 за ностальгию. Ты бы купил за лям? Ну, во-первых, у меня сейчас нет свободного ляма. Ну, а теоретически, тысяч за 500? Ле, ну, я не знаю, мне было бы жалко. Мне, не знаю, мне было бы жалко 500 тысяч тратить на Пикач. При всей моей любви к нему. Я, я бы, может быть, подумал бы, если бы цена портала была бы 500 тысяч. Я бы, может быть, подумал, честно. Ну, а все равно меня бы жаба поддушила. Врать не буду. Мне нравятся крики орков после травм. Я больше люблю крики хай-эльфов после травм. И зоночек иногда. Такой функционал можно с нуля за 300 сделать? Да, вполне вероятно. Пошла, в общем, игра в шашки. Насколько это возможно. Просто, понимаете, при всей любви к Пикачу тратить 500 тысяч на что-то мертвое, ну, как-то не знаю. Я понимаю цену денег. Я понимаю цену денег. И поэтому у меня лично такие вещи как-то... Я слишком мнительный в районе финансов. Я любую дорогую покупку, за редким исключением, делаю только после очень больших размышлений. Ну да, кстати, в целом все это выглядит реально как будто Руслан сдался. Ну, я не могу его за это критиковать. У меня, я бы сказал бы, удивительно, что он так долго не сдавался в этой ситуации. Это раз. Но просто момент, вот, понимаете, это тайминг, когда тебя уже все захарасили. Зерги сожрали твою вторую хату. И первую тоже, кстати. В общем, и ты решил пойти в размены. Ну, как бы. Ну, в общем, концептуально очень неправильно. Да и спрос на ностальгию в 2021 году не так велик. А у тебя-то как дела, Ника? Как тебе погодка? Я хотел какую-то еще очень веселую новость сегодня обсудить. Только не могу вспомнить какую. Сегодня была какая-то очень грустно-смешная новость. Сейчас попробую ее поискать пока тут. Ну, в этом матче смотреть уже особо нечего. Тут сейчас, как бы, одни ребята будут до упора топтать других ребят. А, да, точно. Ну, я вчера еще начал это обсуждать в Дискорде. А, вот. Тут две хороших новости, ребята. Которые друг с другом практически полностью спарены. Чатик, давайте. Начать с хорошей новости или с плохой? Выбирайте. Я даю вам выбрать новость. Мы начнем с хорошей или с плохой? Гафи не поошит, но можно понять. Давай плохую. На сайте СтопКоронавирус.РФ перестали сообщать статистику по активным случаям COVID-19. По причине того, что СМИ неправильно ее интерпретировали. А произошло все это после того, что... Ну, там было два момента. Первый момент был с очевидным мухляжом статистики в Петербурге. Когда прям видно было по графику, что ребята просто крутят цифры. А вторая была вот... Когда РБК обратила внимание, что число тех, кто болеет прямо сейчас, достигло 432 тысячи. После этого все закрыли. Ну, вот так вот. Смотрите. Несмотря на соответствующее пояснение колонки, опубликованное на сайте, некоторые СМИ его интерпретировали неправильно. Редакция сайта СтопКоронавирус.РФ проанализировала сообщения о СМИ и приняла решение убрать колонку активные случаи как неинформативную. Прекрасно. Ничего себе. А теперь хорошая новость, ребята. Погибших от COVID-19 будут бесплатно хоронить на петербургских кладбищах, чтобы разгрузить крематорий. Вот какая хорошая новость. Вот в кои-то веки ребята из власти, и не только, пошли навстречу простым работягам. Приятно. Вот как бы мое уважение. Именно этого-то и не хватало. Хоть что-то бесплатное. Ритуальные компании готовы бесплатно транспортировать тела из морга. Акция действует с 12 июля. Об этом президент Ассоциации предприятий похоронной отрасли СПБ из северо-западного региона Валерий Ларкин рассказал фонтанке. Он заявил, что такое решение приняли из-за возросшей нагрузки на крематорий Петербурга. Крематорий работает сейчас в полную мощность. Все 14 печей задействованы. Но вместо 120 человек туда везут по 360 ежедневно. Хотя сейчас и пошло снижение. Крематорий такую политику вел, чтобы освободить морги в больницах. Чтобы там не было завалов. Снизив цены, мы поможем разобраться с теми проблемами, которые сейчас есть. По словам Ларкина, акция пока не ограничена по времени. Ассоциация готова оказывать бесплатные ритуальные услуги. Сколько нужно будет городу? Извините, пожалуйста. Это нервный смех. Ну вот так вот. В начале июля аналитики заметили странности в статистике по COVID-19 в Петербурге. Тогда в городе официально болели коронавирусом 711 человек. При этом было занято более 10 тысяч коек. Ну вот так вот. Норм же акция. Так я не говорю, что не норм. Я наоборот же говорю, молодцы, что идут навстречу людям. Вот. Просто... Как бы... Хочется отметить... Ой-ой-ой. Хочется отметить очередную потрясающую работу нашего губернатора Беглова. Который вот после Алых Парусов запретил собираться по 75 человек. Очень своевременно, конечно. Закрыл статистику. Вот. Когда начали ловить за руку о повышении после Алых Парусов. В общем, прекрасно. Ух ты. Я смотрю прямо ситуация, как в моргах Петербурга. Ладно, это уже... Это уже совсем грустная шутка. Норделлу достаются гоблины, а мне шампиньоны. Ну, что ж поделать. Старайся. Старайся. Ничего, Норделлу потом тоже что-нибудь насыпят. Его время еще придет. Ну, что, гусь может попытаться успеть и пятый забить при желании. Еще и козлика покачает. Сегодня, возможно, в 22.00. Окей. Это ты про Брайта. Но могу тебе пожелать только удачи. Не знаю, буду ли я в это время в настроении и в состоянии стримить. Посмотрим. Ну, что-то не знаю, просто все это, вся ситуация с короной выглядит, конечно, шокирующе. Просто часто поговариваю, что прям по цифрам, типа, в Питере даже хуже, чем в Москве. Хотя, казалось бы, как бы. Если судить про плотность населения и про загруженность общественного транспорта и про все остальное, как бы, страшно становится на самом деле. Меня больше всего поражает, что всем реально уже пофиг на улице по ощущениям. Я имею в виду, что вот, ну, в моей перде под названием Петергоф люди реально катаются в автобусах без повязок, всем насрать. В магазинах люди надевают повязки только, когда им прям говорят надеть. То есть, ну, как бы, вроде же очевидно, что вы это делаете в первую очередь, как бы, для своего здоровья и всего остального. Да, меня, вот, Ника, я и говорю, это удивляет. А ты не слышал недавно забавную историю про вакцинацию ковиваком в Москве? Когда люди буквально за час, люди буквально за час потребили весь ковивак, который привезли, а спутникам они боятся прививаться. Кек-Дабл-Ю. Ну, просто, мне кажется, что когда ситуация в городе доходит до того, что, типа, морги, крематории не справляются, это не считая того, что еще, как бы, понятная дема, что часть людей отправляет погибших родственников не в крематорий, а в обычную землю. Так вот, то напрашивается, как бы, вопрос, типа, так, может, пришло время локдауна? А то что-то как-то полный пиздос-то, ребят. Ну, в смысле, по всем параметрам, пиздос, типа, что вы делаете-то, а? Да ладно с пропагандой, как бы, с этим, по-моему, все уже смирились. Я просто к тому, что, может, реально уже пора локдаун делать. А то, как бы, то, что дело пахнет керосином, уже понятно, по-моему, там дальше собаки. Вот. Нет, насчет вакцинироваться в пик эпидемии, это неправильно. Понятное дело, что вакцинация не имеет отношения к той ситуации, которая сейчас уже есть. То есть, эту волну вакцинации не поборет. Но это не говорит о том, что не надо вакцинироваться. Вакцинация направлена на то, чтобы справиться со следующей волной. Чтобы ее не было. Это условно-превентивная мера. То есть, ну, у нас люди, как бы, в общем, по-своему считают. А смысл локдауна, тем более, накануне выборов. Ну, Ника... Честно сказать, мне просто кажется, что и выбор это проводить в такой ситуации, это, мягко скажем, ну... Ну, не очень разумно, короче. Ну, без обид. Как бы, выборы, конечно, правильная, понятная вещь ТРПР-8ДР, но просто... Все как-то очень плохо сейчас. А вы знаете, что есть даже подпольный рынок прививок в России? У нас есть два подпольных рынка. У нас есть подпольный рынок справок, и у нас есть подпольный рынок зарубежных прививок. А, и не только зарубежных. У нас еще, короче, подпольно вкалывают и ковивак, и эпивак для тех, кто не верит спутнику. Я, кстати, не рофлю, серьезно.